Ребятки, а я бы вам хотела рассказать еще об одних чотках, которые тоже были созданы индивидуально под определенного человека. И сейчас я вам расскажу значение этих чоток. То есть здесь они сделаны из двух видов агата. Это вот такой вот агат и осиный агат. Что такое осиный агат? Что такое вообще агат? Агат – это соединение духа и тела. И мы с вами уже об этом говорили. Но почему присутствует осиный агат? Осиный агат – это солнце, это соединение не просто с небом, это соединение не просто с духом. Это соединение с межпланетным огнем. Что такое межпланетный огонь? Это то, через что вы можете видеть пространство через огонь. И я сейчас объясню, почему он здесь присутствует, этот осиный агат. Также здесь присутствует тигровый глаз, соколиный глаз, еще орлиный глаз его называют, кошачий глаз и бычий глаз. То есть что такое тигровый глаз? Тигровый глаз – это материя, это земля, это то, где вы стоите, где прочно стоит. Это то, где стоит прочно очень, тот человек, под которого делались эти камни. Что такое кошачий глаз? Кошачий глаз – это то, где она может брать информацию из других миров, брать информацию из потусторонних жизней, из потустороннего пространства материального знания. Что такое бычий глаз? Бычий глаз, да, это обожженный тигровый глаз, это преисподний. Можете называть это в плохом смысле, можете называть это в хорошем смысле. Но это там, где берется информация у любого шаманизма. И, конечно же, есть здесь маленькая бусина. Маленькая бусина – это символ Байкала, где пересобрался этот человек. И здесь не просто так количество бусин, здесь количество бусин 93. Почему 93? Потому что мы с вами говорили, что у нас очень много чисел, которые принципиально делятся. Планетарные числа нашей планеты – 369. Вот, эти 93 бусины – это как раз то, где она заканчивает цикл. И 3 – это начинается новый цикл Дух, Душа и Тело. Именно поэтому для нее 93 бусины. Ну и, конечно же, символ Ключ, чтобы во все миры этот человек спокойно входил. Возможно, даже при помощи этих камней, при помощи этой кристаллической решетки. Спокойно мог ходить по всем мирам. Ну и, проходя цикл этих невероятных камней, у него шло перерождение. Перерождение через жизнь, перерождение через смерть. Да. Это вот такое вот перерождение, перерождение новой жизни. Новой жизни, которую она проходит благодаря своей силе, благодаря своей мощи. И вот такие вот шикарные четки отправляются к моей девочке. Просила силу, говорила, что справишься, получай. Получай ту силу, которая соткана не только этой землей, не только подземельем, но и межпланетной мощностью, которую ты сможешь считывать, передавать и расшифровывать через ключ в это пространство. Ты это сможешь. Продолжение следует...